привет вы на канале fast api channel меня зовут михаил и это третий урок из курса по fast api перейдем в проект и давайте сегодня рассмотрим как еще мы можем строить с вами url и разберем каким образом мы можем передавать тело запроса на наш сервер передаем файл main.py и добавим еще одну функцию давайте рассмотрим что у нас здесь написано мы с вами создаем функцию которая называется get user item данная функция будет применять пикей интеджер и item это будет у нас стр и будет возвращать эти данные на клиентскую сторону там url у нас строится с помощью от запроса далее у нас идет юзер некая пикей это будет идентификатор нашего пользователя items и имя нашего item запустим сервер и перейдем в браузер теперь давайте выстроим нужный нам url для этого ставим slash и пишем юзер фэш к примеру 2 флэш items флэш и к примеру тиви юзер у нас вводится как 2 и items это у нас тиви таким образом мы можем с вами строить абсолютно любые url давайте еще поэкспериментируем здесь идем вместо двойки четверку и место и и а байл нажимаем enter и у нас все прекрасно отрабатывает давайте перейдем документацию и здесь у нас с вами добавился еще один url это юзер 5 items item соответственно в нашем запросе мы можем с вами указывать пикей это интеджер и item это стринг по идее у нас также все должно прекрасно отработать выполняем запрос да все верно давайте разберем как мы можем отправлять тело запроса на наш сервер к примеру отправить некие данные нашем проекте создадим новый файл назовем его с имас пивай в данном файле мы будем с вами описывать пайдантик модели пайдантик поможет нам правильно все реализовать и валидировать наши данные для начала нам нужно импортировать базовую модель из пайдантик пайдантик основан на типах питона таким образом мы можем описывать некие атрибуты нашего класса и указывая ип соответственно на основываясь на этих типах пайдантик будет валидировать наши данные давайте напишем нужный нам класс создаем класс бук и наследуемся от base model далее мы можем с вами описать нужны нам поля и указать их тип примеру мы с вами описываем модель аудиокниги и так у нас есть title это строка writer это строка duration строка date это дата summary также строка и genres по умолчанию у нас нон описание пайдантик модели мы делаем следующим образом указываем имя поля ставим двоеточие и указываем его тип следующих уроках мы будем более подробно с вами разбирать пайдантик какие типы он поддерживает и как с данной библиотекой работать поэтому чтобы не пропустить новые уроки подпишись все на канал и нажимай на колокольчик теперь давайте разберем каким образом мы можем указать дату для нашей пайдантик модели этого мы можем с вами импортировать дату из стандартной библиотеки и тон из data time импортируем date таким образом мы указываем что данное поле date это будет date понимание самого питона соответственно у нас с вами есть некий жанр и по умолчанию они но давайте сделаем так чтобы у нас одна строка была стр но по умолчанию она может быть нон то есть данный атрибут у нас с вами не обязателен перейдем наш файл main.py импортируем нашу модель из файла schemas импортируем класс бук теперь давайте опишем функцию которая бы принимала данный запрос основываясь на нашей модели бук создаем функцию create бук и будем принимать с вами айтем айтем это и будет наш бук все данные которые мы с вами будем передавать как айтем должны соответствовать той модели которые мы с вами описали и так же давайте мы будем возвращать ту модель которую с вами описали и давайте напишем декоратор для нашего пути ставим собака app.post и указываем url по которому будем отправлять данный запрос бук заметим что здесь у меня указано пост перезапустим сервер и видим что у нас произошла некая ошибка мы неправильно импортируем наш бук все происходит потому что у нас нет такого модуля как schemas и соответственно у нас бетон ругается давайте точку перед нашим файлом schemas уберем наш сервер перезапускается переходим в документацию и видим что у нас появился новый url-бук помеченный как пост запрос давайте попробуем отправить данный запрос Cast API нам выстраивает сразу нужную схему и указывает какие поля каким типом должны быть указаны нажмем tryout и давайте здесь укажем нужные нам данные title указываем как book1 writer i duration any date 2020.06.11 summary any и genres null нажимаем execute из сервера нам возвращается ответ это наш response body с теми данными которые мы с вами указали также нам вернулись нужные нам заголовки давайте попробуем вместо null genres указать некую строку к примеру comedy execute и видим нашу строку вместо строки duration мы с вами отправим число execute и наше число преобразуется в строку и спокойно принимается вернемся в наш проект перейдем в наши темы давайте наши жанры мы сделаем таким образом чтобы мы могли передавать несколько жанров и соответственно они были описаны у нас как пайдантик модель давайте создадим новый класс назовем его жанры наследоваться будем от базовой модели пайдантик и здесь укажем одно поле которое будет у нас называться name соответственно оно будет у нас стр теперь вместо стр и none в жанрах мы укажем list и укажем что это будет список нашей модели жанров данный лист нам нужно импортировать в typing цитона from typing import list таким образом здесь у нас будет список наших жанров также давайте введем еще одно поле количество страниц вернемся в нашу документацию обновим страницу и теперь у нас строится чуть-чуть другая схема у нас есть с вами жанры это будет у нас список содержащий некий объект объект будет состоять у нас из одного ключа значения это name которое будет с типом string pages это у нас уже integer давайте попробуем отправить запрос оставим все выше поля по умолчанию жанру переименуем на family pages укажем как 50 execute наши данные прекрасно валидируются и возвращаются давайте добавим еще один жанр ставим запятую добавляем жанр укажем что это будет некий any execute и видим что у нас прекрасно валидируются наши данные и мы можем передавать некий список давайте допустим ошибку наши страницы мы передадим как строку execute наша строка была преобразована в число и эти данные спокойно были валидированы давайте вместо числа в строке мы передадим именно строку также давайте передадим any execute теперь мы с вами получаем ошибку о том что pages не может быть строкой и должен быть integer наша валидация не проходит давайте попробуем отправить пустой список жанров пейджи пейджи выставляем как 50 execute наши жанры спокойно принимают пустой список теперь давайте попробуем для нашего summary передать значение null execute мы также с вами получаем ошибку о том что summary обязательно и не может быть у нас пустым таким образом помощью моделей пайдантик мы можем валидировать и сериализовывать наши данные которые приходят с клиентской стороны если урок был полезен ставь палец вверх и подписывайся на канал будут вопросы пиши в комментариях и в нашей группе telegram до встречи